Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Марины Аствацитурян на Первом медицинском канале. Марк Скулачёв Максим Владимирович окончил биологический факультет МГУ имени Ломоносова, в 1998 защитил кандидатскую диссертацию по специальности молекулярная биология. С 2005 года является одним из руководителей биомедицинского проекта «Практическое применение ионов Скулачёва», созданного под эгидой МГУ для разработки лекарственных препаратов на основе действующих веществ нового типа – митохондриально адресованных антиоксидантов. С 2010 года генеральный директор фармацевтической и биотехнологической компании «Митотех», которая провела клинические исследования и вывела на рынок единственный в мире зарегистрированный лекарственный препарат на основе митохондриально адресованного соединения. Автор более 40 статей в международных научных журналах, а также более 50 патентов и заявок на патент в США, Европе, России и других странах. Обладатель Scopus Award Russia за научно-инновационную деятельность в области биотехнологии и медицины 2014 года. Максим Скулачёв вновь в студии «Медицина в контексте». Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Продолжая тему старения организма как программы, которую теоретически можно подправить, в которую теоретически можно вмешаться, сегодня мы рассмотрим возможности, которые предоставляются для этого самой природой, биохимические возможности. И в центре событий у нас окислительно-восстановительные реакции, без которых не обходится ни один маломальски значимый, скажем так, процесс ни в одном организме, и человек здесь не исключение. Так что дальше я передаю слово вам. Я постараюсь рассказать о некотором практическом подходе, который вытекает из нашего представления о старении, как о запрограммированном процессе. И тут сразу должно говорить, что это гипотеза. Может быть, все не так, может быть, мы стареем из-за накопления ошибок. Но гипотеза настолько симпатичная, что, как говорит наш научный руководитель, академик Скулачев, было бы преступлением не попытаться что-то по этому поводу сделать. В двух словах напомню, что по аналогии с апоптозом, запрограммированной смертью клетки, мы считаем, что существуют программы феноптоза, гибели целого организма, заложенного, соответственно, в гены этого организма с целью ускорения эволюции. И потому что, к сожалению, с точки зрения эволюции мы не должны жить слишком долго и слишком счастливо. Мы должны освобождать место следующим поколениям. Это как должно быть запрограммировано. Так вот, мы считаем, что у нас эта программа устроена, наверное, наиболее неприятным образом. она не происходит, смерть организма раз и все, как у очень многих животных и растений, а растянута во времени. Но, тем не менее, это и есть старение. Это главная причина смерти человека. Мы считаем, что она тоже запрограммирована. И, опять же, это гипотеза. Я постараюсь обосновать. Нужно это для ускорения эволюции. И, коль скоро эта программа, то нельзя ли как-то вмешаться, вставить палки в колеса в этот слаженный механизм, потому что тогда получится, что программа будет работать хуже, а мы будем жить дольше и счастливее. И счастливее. И это удивительная ситуация, когда для того, чтобы сделать что-то полезное, нам нужно не что-то построить, а что-то сломать. Вот в этом и есть главная соблазнительность гипотез. Ломать не строить, но все-таки какое-то представление о том, как устроено старение, должно быть. До конца, должен опять же признаться, никто не знает, как устроено старение. Но нам нравится одна из теорий, один из подходов, который явно играет какую-то роль в старении, может быть, не самую главную, но какую-то ведущую. О чем идет речь? Вообще, если у вас стоит задача убить организм, то если это сделать быстро, то с этим особых проблем нет. Можно устроить гормональный шторм собственными, какими-то железами, можно, как у травоядных, чтобы не сменились третий раз зубы, и они зачастую умирают от стирания зубов, просто от голода. А вот как растянуть это на десятки лет? Это не так просто. Тут хорошую подсказку дает известный исторический анекдот о смерти Наполеона на острове Святой Елены. Утверждается, что его отравили небольшими дозами мышьяка. В обоих? То ли в обоих, то ли в еде. И каждая отдельная доза была не смертельная, но яд накапливался, его повреждающий эффект накапливался, и Наполеон умер как бы от естественных причин. Вот это очень похоже на старение, на самом деле. Мы решили воспользоваться этой подсказкой, ну, как мы, на самом деле, это довольно старое представление, уже классическое, что медленное самоубийство может быть реализовано как медленное отравление каким-то ядом. Ведь наши клетки, наши тела — это совершенные химические лаборатории. Мы умеем синтезировать все, что угодно. Мы синтезируем в том числе крайне ядовитые вещества. Мы синтезируем угарный газ, альдегиды. Но отдельно стоят вот такие соединения, которые называются свободные радикалы. Когда кислород присоединяет электрон, превращается в супероксид-радикал, как самое простое соединение, это страшно активные молекулы. И до некоторого времени считалось, что они попадают в наш организм в плохой экологии, каких-то определенных ситуаций извне. Но фокус состоит в том, что мы их сами синтезируем в огромных количествах. И вот это очень хорошее. Это не обязательно сбой в равновесии окислительно-восстановительных эмоций. Это течение процесса. То есть, может быть, и так, и так я об этом скажу, но без этого мы уже не можем жить. Собственно, исходную гипотезу, свободно-радикальную гипотезу старения предложил Дэнхан Харман, и в нашей стране ее развивал Наум Аркевич Эммануэль. И это известная теория. У меня есть своя критика. Но, тем не менее, явно, что свободно-радикалы какое-то отношение к старению имеют. При этом теория была так явно сформулирована в 60-х годах. И, естественно, тут же случился бум антиоксидантов. Потому что как бороться с свободными радикалами? Есть специальные вещества, витамин С, витамин Е, искусственные вещества, флавоноиды, зеленого чая, все что угодно, которые очень легко восстанавливают свободный радикал, отдают им достающий электрон и нейтрализуют тем самым. И вот с этим связан, на самом деле, бум индустрии БАДов 70-х, 80-х, и сейчас продолжающихся годов. То, что антиоксиданты такие полезные, и которые нейтрализуют все свободные радикалы, уже тогда говорили, что в конце концов с помощью антиоксидантов мы перестанем стареть. Этой идее уже больше 30 лет, а как бы большого прогресса, к сожалению, эти БАДы не принесли. И вот мы считаем, что у нас есть объяснение, почему. Дело в том, что у традиционных антиоксидантов есть три главных недостатка. Во-первых, я начну с середины. Во-первых, они одноразовые. Если мы сами генерируем эти свободные радикалы, нам нужен постоянный приток огромных количеств антиоксидантов, которые должны сгорать, а это довольно тяжело устроить. Во-вторых, о чем зачастую забывают, в первую очередь, биологи, что когда антиоксидант отдал свой электрон свободному радикалу, радикал нейтрализован. Замечательно. Но оставшееся вещество может превратиться тоже в очень неприятное соединение, потому что у него теперь не спарен электрон. Он, конечно, не такой активный, как супероксид, который он восстановил, ему тоже не подарок. Они зачастую очень опасны. Ну и, наконец, вот это я отдельно проиллюстрирую. Вообще-то, свободные радикалы бывают разные. Мы уже очень давно живем с этим ядом. Вот здесь вот формула супероксид радикалов. Например, образование этих соединений на внешней мембране иммунных клеток это просто часть иммунной системы. Это и сигнальная часть. Или иногда с их помощью мы атакуем бактерии. Мы их сжигаем по активности, это соединение примерно как радикал хлора. То есть, мы сжигаем бактерии в хлорке. И я бы не стал вмешиваться в эту систему. И известно, что у антиоксидантов есть иммуносупрессорные действия. Но, а есть еще одна часть нашей клетки, это митохондрии, наши любимые энергетические станции, которые, вообще-то, являются главными производителями свободных радикалов. В среднем, если взять. А для этих радикалов полезной функции пока не обнаружено. И, что особенно подозрительно, продукция этих радикалов нарастает с возрастом. Вот мы считаем, что это все не случайно, что это важный элемент вот той самой зловредной программы старения, именно митохондриальные активные формы кислорода. И вот эту гипотезу мы проверяем экспериментально, про что я сегодня, собственно, пытаюсь рассказать. Смотрите, тут сложная схема, но я постараюсь, на самом деле, все довольно просто. Это электрон-транспортная цепь из мембраны митохондрий. И вот в двух словах как она работает. Вот сюда поступает еда, вот АН2, грубо говоря, некие восстановленные субстраты, которые окисляются, то есть у них отбирают электроны. Электроны запускаются в путешествие по белковым комплексам митохондрии, и все это кончается на кислороде. И образуется безобидная вода. А что произойдет, если что-то сломается в этой пути движения электронов? У нас огромное количество центров получат электроны как бы слева, но не смогут отдать направо. Они будут в восстановленном состоянии, а они сделаны так, что они очень легко электроны отдают. Это доноры электронов. Тут же вертится вокруг кислород, который электроны очень любят присоединять. В результате, вот что-то не сделай с митохондрией, как ты ее не испорь, первая реакция увеличения продукции свободных радикалов. А если, кого будут отковать эти радикалы? Саму митохондрию. Опять внося повреждения. То есть это получается, вот Дмитрий Борисович из нашего института в 2000 году предложил такую концепцию порочного круга окислительного стресса митохондрия. Он еще немножко сложнее устроен, не буду останавливаться на деталях, но суть в том, что это самая раскручивающаяся машина по производству свободных радикалов. И вот это, конечно, не все так плохо. Есть специальные наши собственные антиоксидантные системы, которые подавляют это безобразие. Но с возрастом то ли они становятся хуже, то ли это все больше раскручивается. Вот что-то здесь идет не так. И мы считаем, что это специально так придумано. Вот это некие наше представление о том, как устроено старение. Верхняя часть у него достаточно гипотетичная. Это еще идея великого Дильмана о том, что есть специальные большие биологические часы в нашем организме. Это, скорее всего, где-то в мозгу, наверное, в гипоталамусе. А которые отслеживают время в годах. И сообщают всему телу через какие-то сигналы, наверное, гормональные. Думал Дильман, это похоже это штак. Я бы сейчас добавил, наверное, микро-РНК, который, как выяснилось, выполняет очень большую сигнальную функцию в нашем организме. В общем, как-то это очень сложно устроено. Наш организм более-менее знает, сколько ему лет. И на это реагирует разными способами. Но вот один из них я уже назвал это увеличение продукции радикалов в митохондриях. Вот то, что было выше, это некая гипотетическая часть. А все, что ниже, это уже доказано. А увеличение продукции радикалов в митохондриях, у этого есть несколько последствий. Но одно из них, например, стимуляция апоптоза. У нас просто быстрее гибнут клетки с возрастом. В результате у нас идет атрофия тканей. У нас просто меньше кленточность тканей, что само по себе вызывает обрехление и неприятность. Но тут есть еще некоторые другие последствия. Это ведет, даже если клетка не умерла, если она продуцирует много радикалов, она неправильно работает. Это метаболическая дисфункция. Это вызывает повреждение ткани, которое уже скорее ближе к тканевой дистрофии, которое легко сваливается, например, в некротизацию ткани. И тут мы имеем еще один порочный круг, связанный на сложнейшую систему воспаления, самораскручивающую, которая может приводить к замещению ткани соединительной, то есть к фиброзу. Может опять раскручивать всю ту же продукцию свободных радикалов или ввести просто к неправильной работе иммунной системы. Именно поэтому с возрастом увеличивается вероятность аутоиммунных заболеваний. Здесь отдельная совсем новейшая история, иммуноактивация, которую очень хорошо рассказывает Леонид Марголис, и что с возрастом наша иммунная система в пожилом возрасте вообще работает очень странно. Она больше вредит, чем приносит пользу. И вот это мы усматриваем, везде можно провести некоторую линию к радикалам в митохондриях. В результате эта штука превращается в довольно симпатичную мишень, без относительно даже того, связана это со старением или нет. Попытаться отрегулировать, делать так, чтобы радикалы у нас были на молодом уровне, это нам кажется достаточно достойной задачей. Это вызов. Да. Вот что мы по этому поводу собираемся делать? Ну, в принципе, идея довольно простая. Взять антиоксидант, но доставить его именно в митохондрии, сделать адресную доставку лекарств. И для этой цели мы используем вещества, которые называются ионы скулачевы. Это не мы сами так придумали. Это в 1974 году Дэвид Грин назвал эти частицы. Это очень специальные вещества, впервые опубликованы в Nature в статье Ихима Арсеньевича Либерман и Владимира Петровича скулачева, которые одновременно заряжены и жирны. У меня есть специальное видео, которое иллюстрирует, почему это важно. Смотрите. В принципе, обычным ионам, например, ионам натрия, запрещено ходить через мембраны, потому что на нем мощный положительный заряд, поэтому он ион. И, как известно, диполи воды, которые немножечко заряжены вокруг обычных ионов, образуют шубу. То есть, все обычные ионы гидротированы. И понятно, что они из-за этого запрещено проходить сквозь жирную гидрофобную мембрану. Собственно, этому устроена жизнь, что ионы должны быть отдельно. Поэтому мембрана может держать большой заряд снаружи клетки на мембране митохондрии. А вот те ионы, о которых мы говорим, они устроены немножко иначе. Это ион, например, тетрафенилфосфония. Тут тоже положительный заряд, но он находится не на одном атоме, а распределен по всем атомам этой ароматической структуры. А специально так сконструировано соединение. Представляете, заряд на каждом отдельном атоме небольшой, и его не хватает, чтобы присоединить достаточно сильно диполь воды. И эти ионы не одеты шубой из молекул воды, они не гидротированы. И при этом они довольно жирные, гидрофобные. И если им хочется, если внутри минус, ничто не мешает им, как призракам, проникать сквозь биологические стены и биологические мембраны. Вот это было открытие конца 60-х годов. Так было доказано, что в митохондриях существует электричество. И тогда же было сказано, что если кому-то что-то надо будет доставить в митохондриях, какую-то полезную нагрузку, пришивайте эту нагрузку таким ионам, и будет вам счастье. И дальше авторы пошли заниматься своими другими интересными делами, эти ионы уже давно используются в качестве... А в этом фосфоне он же в клетке не образуется? Нет, это абсолютно искусственное соединение. Это химия. Из тех соединений, которые я вам показывал, некоторые это вообще компоненты ракетного топлива. Которую удалось запрячь в биохимический процесс. Да, потому что общая идея очень простая. Мы берем такой вот ион, который был, когда... Это изящнейшая на самом деле история, она позволила доказать, что в митохондриях есть электричество. Именно поэтому они были названы по имени руководителя лаборатории, где это было сделано, академика Скулачева, подающего надежду молодого биолога. Так вот, если вы возьмете такой ион Скулачева, дальше, если вы понимаете, на какое расстояние например, мембрана вам нужно погрузить ваш антиоксидант, то вы можете собрать вот такую конструкцию. Это будет митохондриально адресованный антиоксидант. Вот с такими соединениями мы и работаем. Опять же, придумав их из головы. В природе их не существует. В этом тоже есть свой смысл, потому что в природе не должно быть веществ, которые останавливают старение, иначе будет полный бардак. Ну, в общем, революция сойдется. Да, если положено стареть, так извольте. Интересно, как удалось просто с природным соединить это все, использовать природные вещи. Да, мы используем природное электричество на мембране митохондрии как драйвер доставки. А дальше это даже не химия, это просто чистая физика, которая проникает. Да, скорее даже физика, конечно. Надо сказать, что первым эта идея пришла в голову не Владимиру Петровичу, а замечательному двум ученым, Майклу Патрику Мерфи из Кембриджа и Робину Смита из университета Атага в Новой Зеландии, которые синтезировали вещество мито-Ку. Вот видите, такой ион скулачева и довольно сильный антиоксидант. На самом деле, это остаток коэнзима Ку, убихинон, из наших митохондрий. И они синтезировали это вещество где-то в начале 21 века. И оно вполне хорошо пошло внутрь митохондрии, работало как антиоксидант. В общем, более-менее все хорошо. Но довольно быстро выяснилось, что у этих веществ есть очень сильный прооксидантный эффект. Это вообще для антиоксидантов характерно, но для этих особенно, если вы превышаете определенную дозировку, они начинают работать наоборот. И если вам хочется поставить рекорд по продукции митохондриями свободных радикалов просто налить очень много этой штуки. И тут появилось, это было впервые показано в статье 7-го года Дуганом Декаловым из Америки, потом знание было подтверждено. В общем, прооксидантный эффект у них есть. И мы пытались подковать блоху, потому что, конечно, Владимиру Петровичу Скулачеву стало очень обидно, что очень классная идея, но она как-то не очень хорошо сработала в руках в Кембридже. И мы решили взять более сильный антиоксидант. Вся остальная конструкция та же самая. Видите, трифенилфосфоника кодинзионов с Кулачева, 10 остатков углерода, которые на определенную глубину погружают всю молекулу внутрь мембраны. И дальше самый сильный антиоксидант, который Владимир Петрович сумел придумать, это остаток пласта хинона, в данном случае пласта хинола, из хлоропластов растений. Почему-то они для переноса электронов используют не убихинон, как в митохондрии, а пласта хинона. Хлоропласта это то место нашей планете, откуда берется кислород. Поэтому, наверное, там антиоксиданты более сильные. Но неизвестно, что он химически более сильный антиоксидант. И мы, ну как, Владимир Петрович придумал, наши химики сварили, как они говорят. Сварили, да. Вот такое соединение, которое было названо СКК. На самом деле, этих вариантов тут довольно много. Мы долго пытались, это не сразу получилось. Вот, кстати, видно, насколько они похожи. НИТО-КУ, СККУ, только вот эта уголовка заменена. Вот СККУ-1, который он показал, он оказался самым перспективным, более стабильным и достаточно эффективным антиоксидантом. У этих веществ есть еще одна замечательная особенность. Они бывают в двух формах. Окисленный, хинонный, и восстановленный, хинольный. Видите, вот к этому кислороду присоединяются два протона, два электрона. Вот это антиоксидант. Вот отсюда отщепляется протон, остается лишний электрон, который удовлетворяет свободный радикал, чтобы он не безобразничал. Так вот, оказывается, митохондрия может делать из окисленной формы восстановленную. И это делается штатно. Он просто берет аккуратненько электрон из электронно-транспортной цепи, подходя к ней довольно близко в определенное место. И из как бы пролекарства появляется его активированная форма. Это очень важно. Я через секунду объясню, почему. А потому что получается, что если обычный антиоксидант одноразовый, этот, произвуимодействовав с свободным радикалом, потеряв электрон, превратившись в окисленную форму из каку, немедленно получает, даже знаем это терминомическое моделирование, мы знаем, из какого места митохондрия, он штатным образом получает обратно свои электроны и опять превращается в активный антиоксидант и ждет следующего радикала. То есть, как говорит Владимир Петрович, если классический антиоксидант это Александр Матросов, который бросается на ДОТ и его закрывает, то СКК и МИТАКУ это многоразовый Александр Матросов, который потом могут встать и идти к следующему. И это совершенно уникальные свойства, потому что делать это можно только в митохондриях. И в результате, если мы вот эта картинка показывает, как более-менее работают эти штуки. Допустим, мы добавили какое-то небольшое количество, здесь там, один пикомоль СКК снаружи клетки. Вещество достаточно жирное, оно любит быть на границе раздела. Оно и не гидрофобное, и не гидрофильное. И мы посчитали, проверили это экспериментально, что если рядом есть что-то живое с мембранами, то соотношение СКК в растворе или в мембране один к двадцати тысячам. Он накопится сразу на четыре порядка внутри мембраны. Дальше. На внешнемембране клетки, как правило, небольшой электрический заряд с минусом внутри, что очень удачно, порядка 60 милливольт. Это дает нам еще десятикратное накопление по уравнению Нердста. Можно рассчитать, как заряженные частицы накапливаются в зависимости от заряда на мембране. Дальше вещество все-таки идет какой-то обмен с этаплазмой, и в конце концов он подходит к митохондриям, у которых совершенно чудовищный электрический заряд 180 милливольт, тоже с минусом внутри. И они накачивают в три раза больший заряд, то есть на три порядка по уравнению Нердста сильнее накапливается вещество внутри митохондрий. Если все это перемножить, то получается, что вещество накапливается в митохондриях в пределе до 200 миллионов раз. Такой силы адресность этих веществ. Причем, обращаю ваше внимание, что мы синтезируем вещество в окисленном виде. Пока оно идет по всем этим мембранам, это не антиоксидант, это просто нейтральное вещество. Оно не затрагивает свободные радикалы на внешней мембране, не в цитоплазму, пускай они там делают то, что им нужно. То есть, он доходит до места и там активируется. А вот тут он превращается в СККУ-H2, в хинол, и вот здесь он готов работать. Вот настолько изящная идея. Дальше, собственно, я расскажу, что из этого получилось, как мы это пытаемся применять. Во-первых, мы доказали, что эта штука действительно накапливается в митохондриях. Это фотография конфокальной клетки человека в культуре. Вот здесь в зеленом подкрашены митохондрии, а красным, это один из вариантов нашего вещества, он светится, а вот это наложение. То есть, он есть только в митохондриях и во всех митохондриях. Если они дышат, и у них есть потенциал. Немножко долго объяснять. Это опыт, который показывает, как вещество защищает от окисления липиды митохондрии. Здесь каждое пятно соответствует своему липиду из митохондриальной мембраны. Пятно номер 5 это кардиолепин. Знаменитый, единственный липид с ненасыщенным жирными кислотками. Первый окисляется при окислительном стрессе. И видно, как если вызвать окислительный стресс, он выгорает. А вот если митохондрии были снабжены небольшим количеством СККУ перед этой варварской процедурой запуска окислительного стресса, то он стоит как литой. Он действительно защищает. То есть, вот ин витро это работает изумительно. И в качестве одного из тестов, тут мы уже сравнили в прямую с МИТАКУ, это вещество защищает клетки от гибели, от апоптозы, которая запускается в перекиси водорода. Окислительный стресс зачастую запускает гибель клетки и добавляя небольшие количества вещества, можно снижать количество погибших клеток. Вот видно, что при определенной концентрации можно с 50% гибели до буквально считанных процентов довести. Кстати, дальше начинает включаться прооксидантный эффект. То есть, мы увеличим, казалось, лекарства давать еще больше, а клетки опять начали гибнуть. Причем, это идет именно по механизму окислительного стресса. Это не токсическое действие. Это просто он работает наоборот. А обратно так устроена его обратная связь. Да, для антиоксидантов это характерно. И вот здесь видна разница между нашим веществом и кембриджским. Чтобы достичь от более-менее одного и того же эффекта, не знаю, снижения, скажем, до 30% гибели, у МИТАКУ концентрация какая-то такая, у нас она раньше. Но заметим, что это логарифмическая шкала. То есть, между ними это 2,5 порядка разницы. Где-то в 250-300 раз оказалось более активное вещество, как мы, собственно, и планировали. А в результате мы можем работать в дозировках очень далеких от прооксидантов. Видимо, это то, что подвело англичан с новозеландцами. У них вот это окно применения между работающей и уже неработающей токсичной дозировкой гораздо меньше. Вот в этом преимущество именно использования пластохинона в качестве антиоксиданта. Получается, это мы сначала рассчитали, потом экспериментально доказали, что токислитный стресс в митохондриях, порочный круг, может разрываться и скаку сразу в нескольких местах. Опять же, не буду углубляться в детали, но поверь, тут под каждую картиночку своя статья, которая это все доказывает. Ну и, собственно, дальше возникает вопрос, что, ну, замечательно, у вас есть такой инструмент, ну, будем бороться со старением? Или как? Да, или как. Мы никогда не скрывали, что это наша цель. Вот одна из первых наших статей в BBA 2009 года, так называется, попытка предотвратить старение, метхондриальный подход. Если вкратце, то на самых разных организмах их проложительной жизни или старческую смертность удалось уменьшить. Вот это на грибах, а это на рачках цериодавтные афинис, маленькие пресноводные рачки, которые, если... Здесь всегда одинаковые будут миографики. Здесь время, возраст, а здесь процент выживших. Вот видно, как от старости умирают эти самые рачки, и насколько можно сдвинуть вправо, в сторону большей жизни, кривую, добавляя просто в воду небольшое количество СКК. Это снижение смертности дрозофилу, меланогастер, хотя на дрозофилу, конечно, вещество подействовало по некоторым причинам менее выражено, чем на другие организмы, и это тоже есть своё объяснение. Это рыбки. Есть такая замечательная короткоживущая рыбка на Табранхиус фурцери, которая живёт всего несколько месяцев. И за это время успевают полностью состариться. У них есть там аргемиевские бляшки, искривление позвоночника, сердечно-сосудистые всякие обстоятельства. Моразм. Да. И, в общем, всё, что мы имеем за 70 лет, они получают за два месяца. Поэтому изумительная модель. Ну, три месяца. И, опять же, очень легко дозировать вещество, просто добавляешь в аквариум, и видно, что в определённой дозировке СКУ-1 продлил им жизнь тоже. Ну, а вот это, конечно, самый замечательный эксперимент, поставленный не в нашей лаборатории, а Владимир Николаевичем Анисимовым из Питера. Это очень известный наш геронтолог. У которого была линия мышей, которая довольно быстро умирает от старости. Где-то уже к году, как мы видим, половина мышей умерла, красная кривая контрольная, а различные дозы СКУ добавлены просто в питьевую воду этим мышам, потому что вещество очень большая проникающая способность, там неважно, можно колоть, можно принимать внутрь. А половинное вымирание от старости, это время наступило в два раза позже. Где-то в районе 600-го дня. То есть, так, немножко условно говоря, получается, что их молодость была удвоена. И вот это очень сильно нас воодушевило. да, эти мыши, вот я очень горжусь. Оно даже выглядит красивее. Я очень горжусь, это мое личное открытие, потому что я анализировал в том числе фотографии этих животных, заметил, что у контрольных мышей 630 дней для этой линии это глубокие старушки, это самки. У них, например, нет... Шерсть там выпала. Выпала шерсть, у нее искривление позвоночника, это кифоз. А это красавица. У нее нет усов, вибриз, а это значит, что она уже не может размножаться. У него не учуевает ничего. То ли они некрасивые, может быть, без усов, но самки мышей, если у них выпали усы, это признак того, что она уже не совсем женщина. И это ее сестра из того же помета, просто принимавшая всю жизнь то же самое вещество. И она и жила дольше, и она и внешне, и внутренне выглядит гораздо здоровее. В общем, мы страшно воодушевились от этого результата. Он, кстати, недавно был повторен в Швеции, в Стокгольмском университете, в лаборатории не кого-нибудь, а Барбары Кеннон. В тот момент она была президентом Шведской Королевской Академии Наук. У нее есть тоже ускоренно стареющая линия мышей. И вещество очень много признаков старения замедлило тоже при добавлении в питьевую воду. Например, искривление позвоночника они аккуратно мерили на рентгене, просто вот углом, которым она горбится. И видно вот эту вот степень кифозы, искривление, как оно нарастает у контрольной группы, а проявляется в гораздо меньшей степени у группы в СККУ. Разумный вопрос, куда делась контрольная группа на 320-й день, она вся вымерла. А из СККУ что мы продолжали жить. Это вот видно по кривой дожития. Те с трудом доживали до 300-го дня, а здесь мы, по-моему, рекорд поставили, эта линия сумела прожить год. Такого еще никогда не было, просто добавлением в воду. И вообще очень много признаков старения в разных моделях, разных животных. Вот мы больше 10 лет изучали это вещество как геропротектор, то есть вещества против старения, они замедлялись. И про это уже больше 200 статей опубликованы в международных журналах. В общем, такую некоторую область науки, я считаю, маленькую создали. Мецхондриальные антиоксиданты и старение. Вот. Тут возникает разумный вопрос, что, конечно, замечательно, но вы будете делать лекарство от старости или нет? Точнее, как его назвать более корректно, наверное, все-таки не лекарство в одно слово с маленькой буквы. Потому что мы рассматриваем старение, это не болезнь. Это естественный процесс, который мы просто пытаемся отменить. И вот тут начинается куча проблем. Потому что вы не можете прийти в Минздрав и сказать, вот у меня лекарство от старости, давайте делать клинические исследования. Потому что нет такого показания. Сейчас, кстати, ситуация меняется с этим. В Америке уже разрешили первые испытания именно по показанию старения. Но все равно это страшно тяжело. Но не все так плохо. Потому что если вещество действительно как-то вмешивается в работу старения, замедляя его, то оно должно быть полезно для лечения каких-то старших болезней. Из него можно сделать лекарство. Потому что это то, что... Но это же известные заболевания. Конечно. Связанные с возрастом. Они так и называются. Это огромный список. Так что можно просто раздробить на все эти показания. Да. как только все пошло настолько весело, мы запустили у себя фармацевтический проект, проект, в котором в общем даже в некотором роде скрываем то, что мы делаем лекарство от старости. Это уже очень нагло. И опять же, я не уверен, что так получится. Но если мы можем контролировать свободные радикалы в митохондриях, снижать окислительные повреждения, из этого точно можно сделать лекарство. И вот дальше я доложу, на какой стадии мы находимся в этом проекте. А получится ли это лекарство от старости или нет, это уже покажет потом широкое применение. Смотрите, какую болезнь выбрать в качестве первой, по которой провести сначала доклиническое и клиническое исследование. Признаюсь, это было открыто случайно. В Новосибирске, в Институте цитологии и генетики, в Академгородке, в лаборатории Натальи Гориславовны Колосовой. А там изучали тоже достаточно быстро стареющую линию крыс, они называются ОКСИС, и давали им с едой небольшое количество СККУ. Смотрели за рядом, в том числе эти крысы слепнут к другим годам возраста. И вот это не так просто выяснить, вообще-то крысы они слепые, прекрасно ориентируются в пространстве и очень хорошо себя чувствуют. И без анализа не разберешься. Да, и вот как это делалось. Крысе подключали электроды, помещали в темноту и давали вспышку света. Вот если крысе три месяца, то с ее сетчаткой и глазного нерва регистрируется прекрасный электрический сигнал. А вот если крысе два года, этого сигнала практически нет. Она слепая. А вот если крысе два года, но из них года полтора она принимала наше вещество, сигнал сохраняется. И это было и по внешним осмотрам, и изучению сетчатки. А как-то автомологически нельзя продвижировать это? Там посмотреть? Да, да. Это было у этих крыс развивается катаракта и дистрофия сетчатки. Это можно увидеть просто автомологическим осмотром. То есть это было тоже подтверждено и автомологическими способами. И вообще, на самом деле, если мы крепко подумали, то, разрабатывая митохондриальный антиоксидант, глаза – это первый выбор. В моем любимом сериале «Доктор Хаус» однажды к ним попадает митохондриальный больной с мутацией. И когда до Хауса доходит, что нужно пытаться диагностировать этот вариант, то первое, что он говорит – проверьте его глаза. Потому что глаза страшно уязвимы для окислительного стресса. Метахондрии играют большую роль, это известные факты. Вообще, если бы мы об этом задумались, мы бы действительно начали с глазных болезней. Мы, опять же, что удобно, это можно применять местно в виде глазных капель. Да, я хотела сказать, что орган удобный. Он такой, он неглубоко спрятан. Да, он доступен для терапии. Также вся эта генная терапия на нем, много чего делается. Да, в этом смысле. Авангардного испытывается на глазах, это удобный орган. И теперь, уже пройдя этот путь, я понимаю, потому что тебе не нужно доказывать безопасность для всех органов, только для одного. Это гораздо быстрее и проще. Веществовка, я уже сказал, проникает прекрасно через мембраны. У глаза серьезная, на самом деле, защита от внешнего воздействия, поэтому большинство новомонных методов это инъекции в глаз, что само по себе не очень приятно. Но, в нашем случае, это можно применять в виде глазных капель. И мы это доказали на кроликах. Капаем им определенные небольшие дозы СКК. Потом, кроликах можно разобрать на запчасти, посмотреть, и массопектрометрически мы обнаружили вещество даже в сетчатке. То есть, оно, конечно, с огромными потерями доходило. Есть целый список глазных болезней, связанных с митохондриями, возрастом, акислительным стрессом. Это и катаракта, и генерация сетчатки, и глоукома. И по всем по ним у нас были достаточно удачные доклинические испытания. Просто список публикаций привожу, чтобы не терять времени, потому что может продлинуть довольно далеко. Но в качестве первой болезни неожиданным образом мы выбрали не вот эти тяжелые заболевания, которые, они зачастую связаны просто с гибелью клеток, их явно, что может быть только затормозить обратно, сетчатка не установится, или глазонерв при глоукоме. Но есть и обратимая болезнь, она называется синдром сухого глаза. Она более распространена, и, казалось бы, не такая страшная, но это типичный признак старения. Чем мы старше, тем меньше у нас слезы, тем она хуже по качеству. Это показывается очень простыми тестами. Что забавно, синдром сухого глаза можно лечить ограничением питания. У голодающих периодически пациентов, это японская работа, было показано, что у них немножко лучше улучшается регенерация роговицы. Опять же, есть очень простой тест, отследить повреждения роговицы, вы капаете флюоресциин, краску на глаз, и у здорового полностью глаза она смывается, а если у вас есть небольшие повреждения роговицы от синдрома сухого глаза, она остается, ее видно в ультрафиолете, она светится. Так можно оценивать повреждения. Мы разработали состав глазных капель, это было тоже не очень просто, это вещь, что очень капризная, в которой, на самом деле, стандартный слезозаменитель, и, в общем-то, основа этих капель, она выпускается как просто препарат от сухого глаза просто восстановление количества слезы, но мы добавили очень небольшие количества нашего митохондриального антиоксиданта из ККУ-1. И этот препарат уже давно в клинических исследованиях, в самых разных институтах в России, на Украине и даже в США, об этом немножко скажу. И вот в 2012 году вышла первая статья по нашему первому клиническому исследованию, чем хорош синдром сухого глаза по сравнению с дегенерацией сетчаткой, тем, что его чувствуют пациенты. Это просто очень неприятно. И в конце исследований мы опрашивались пациента и спрашивали, у кого глаз раздражён и у кого нет. Вот применением обычной искусственной слезы где-то 20% пациентов удалось этот симптом снять за 3 недели применения, а если слеза содержалась как У1, то есть это был препарат визаметин, то этот процент вырастал до 60%. Это нас очень здорово воодушевило. А вот это уже публикация по следующему исследованию по синдрому сухого глаза. Это уже было двойное слепое плацебо-контролируемое исследование в 10 центрах, 8 в России, 2 на Украине. И здесь контрольная группа это был то ещё плацебо, это был на самом нормальный слезозаменитель. То есть нам вот в чём проблема разработки лекарств от сухого глаза, вам нужно обыграть уже имеющийся нам достаточно эффективный препарат. И видно вот здесь вот по 2 недели между визитами, как снижается степень повреждения роговицы с применением будь то обычного слезозаменителя или нашего препарата. Но слезозаменитель не может уменьшить повреждения ниже какого-то уровня. А визаметин за счёт присутствия СКК-1, больше никаких различий в составе не было с плацебо, он снижает практически до нуля повреждений и потом ещё почти месяц этих повреждений практически не возвращаются. То есть вот здесь была остановлена терапия и то же самое по качеству слезы это можно мерить по времени разрыва слёзной плёнки. И опять же скажу, это было ни пациент, ни врач не знал где визаметин, где контрольная искусственная слеза, поэтому это чётко достоверное исследование с хорошей степенью достоверности. Есть такое правило в фармацевтике, что если вы что-то серьёзное делаете, вы должны пытаться это сделать в США, потому что это половина мирового рынка лекарств, и очень многим разработкам им свойств некая такая местечковость, что она работает только в Вьетнаме или только в России, или только в Китае, или даже только в Венгрии, или Германии. Настоящая проверка это Соединённые Штаты. Мы про это хорошо знали. Тем более, если связано со старостью, очень много пожилых людей, которые могут обеспечить себе хорошую старость. Поэтому у нас есть компания, наша дочерняя, которая ведёт клинические и доклинические исследования в Соединённых Штатах. И у неё есть там своё присутствие публикации из не научного журнала, а биотехнологического о том, что Метатех выходит на рынок со своим очень специальным подходом к синдрому сухого глаза. Я очень горжусь. Вот список, недавно вышел обзор, 18-й год, игроки новых препаратов против синдрома сухого глаза – Толкон, Альерган и Метатех. Немножко меньше, но всё-таки. Но всё-таки. А вот это уже серьёзная вещь – это статья по результатам клинического исследования СКК, вот этих глазных капель в Соединённых Штатах, где были подтверждены более-менее те же эффекты, что мы видели в России и Украине. Слава Богу, всё-таки глаза не отличаются. Здесь была немножко специальная система, специально спровоцированного синдрома сухого глаза у пациентов применена. Это такая ноу-хау есть в нескольких клиниках в США. То есть, как бы провокация такая, да? Да, на самом деле они просто их заставляли некоторое время провести в атмосфере сухого воздуха, моделируя состояние сильно включенного кондиционера или открытого окна в машине летом. И тогда мы, что хорошо показалось, она защищает ткани глаза от этого повреждения. Это была вторая фаза клиническая исследования и вот недавно вышел пресс-релиз опять же нашей компании. Я извиняюсь, что тут немножко такая смесь получается биотехбизнеса и фармацевтики, но иначе этого сделать нельзя. Мы нашли партнёров, это сингапурская фармкомпания Эсекс, которая профинансировала третью фазу клинических исследований. Дальше вот скриншот, которым я страшно горжусь. Если вы на Clinical Trials ведёте СККУ-1, вам вылезут два клинических исследования. Одно уже проведено в 2014 году в Массачусетсе, а это идёт сейчас, пока мы с вами разговариваем. Я страшно волнуюсь, что получится. В семи штатах, в разных клиниках здесь порядка 500 пациентов, а сейчас очень активно идёт набор в этой исследовании. Это всё то же самое, раствор СККУ в составе искусственной слезы, лактика лечения, синдром сухого глаза. Если что-то получится, мы будем третьим лекарством в мире против этой болезни, которая содержит действующее вещество, а не слёзы. Не просто слёзы. Не просто физраствор, скажем так. Не только физраствор, они более защищённые бывают, но это не просто не асимптоматическое лекарство, а именно лечение. На это мы претендуем. Мы уже доказали это в исследовании российскими, но, конечно, в ДИА этому не верят. То есть они с удовольствием приняли эти данные к рассмотрению, им немножечко спокойнее, но... Но они должны проверить. Они требуют, чтобы мы нашли деньги, чтобы мы проверили полноценные, большие третьи фазы, причём в этом области надо и в несколько раз приходится повторять, чтобы доказали это уже на американцев. Что мы и делаем. Это речайший случай в российской фармацевтике, чтобы лекарство вот так... Я сам наблюдал, как мы паковали коробки с этими глазными каплями на нашем маленьком производстве стерильном в МГУ и отправляли в Массачусетс. То есть, чтобы такое было возможно, можно было очень много всего сделать. Это исследование по замедлению развития катаракты, которое тоже связано её развитие с окислительным стрессом. Это, в общем, мы тоже под фонарём ищем, антиоксидант должен там работать. И тут мы даже увидели, что улучшается зрение, острота зрения. И тут уже в течение полугода применяли наши глазные капли. Забавно, что самый лучший эффект, наиболее достоверный, мы получили на пациентов старше 70 лет. И, в общем-то, если ты говоришь о лекарстве против старения, в каком-то виде, это, наверное, пожилок должен работать лучше. Так здесь и оказалось. И потом, наш препарат уже зарегистрировал, мы сумели провести наблюдательные исследования, собрать информацию от врачей, какому проценту пациентов помогает. Не всем. Но вот эта острота зрения после полугода, на самом деле, до года применения визаметина, стабильно она была в 40%, даже улучшилась по каким-то обстоятельствам в 50%, в 13% ухудшилась. То есть, вот примерно такой эффект. Связан с тем, что катаракты бывают очень разные. На какие-то типы мы не действуем. До конца мы еще не можем дифференцировать, но вот это достаточно новое лекарство, будем разбираться дальше. Это интересно для выяснения вообще классификации катаракты, наверное. Это даст новые данные. Некоторые из них связаны, например, с сильным воспалением, на этом мы точно действуем. Потому что противовоспалительное действие вещества мы уже хорошо описали. Но это доказательство того, что препарат зарегистрирован в России, прошел клинический исследование. Вот недавно, с этого года, нам разрешили уже даже без рецептов продавать, достаточно долго. Он уже применяется, мы собираем данные и никаких особых побочных эффектов у него не обнаружили. Это отдельный анекдот, который произошел, связанный с тем, если вы обьете СККУ в интернет, может вылезти некие косметические средства с ним. Это не какой-то баловстой развод. Выяснилось, опять же, мы этого не очень не ожидали, когда мы начали глазные капли наши продавать в аптеке, их начали покупать дамы, чтобы мазать себе на кожу там же вещество против старения. Мы страшно перепугались, потому что еще... Как бы что ни случилось. В основном, что идея будет дискредитирована, потому что там вещества очень мало, чтобы проникать через нежную роговицу глаза, а через мощную кожу, его просто не хватит, эффекта не будет. Поэтому мы были вынуждены выпустить линейку косметических средств с этим веществом, не то, чтобы мы ее сильно промотировали, но тем не менее, если кто-то очень смело может этим воспользоваться. Тогда вот эту часть пропущу. Вот это предмет нашей гордости, потому что мы на самом деле с нуля построили компанию со своим производством, мы никому не отдали метод синтеза, вещество он очень хитрый, тут съемки из нашей лаборатории в МГУ, и это настоящее фармпроизводство с чистой зоной, сертифицированной там по GMP торгом, в общем, оказалось отдельное большое дело, но без него тебя не допустят до... Я даже не спрашиваю, каких усилий это вам стоило? Но, вы знаете, это стоило больших денег. Преодолеем бюрократических. Надо сказать, что к нам очень хорошие отношения, потому что мы действительно маленькая компания, которая хочет сделать свое лекарство. К этому в любом бюрократическом Минздраве все равно как могут они способствуют. Ну, а потом за вами стоит авторитет, репутация. Потом все-таки это Московский университет. Да, репутационные вещи это тоже стоит чего-то. Что меня очень удивило и порадовало, насколько легко люди соглашались на самом деле переориентировать свою научную карьеру с просто, не знаю, химического синтеза интересного на синтез фармсубстанции, где ты должен решать очень скучные задачи повышения выхода там 98%, 99% частоты. но сознание того, что ты делаешь настоящие лекарства вот этими руками оно настолько мотивирует. Это наш виварий, тоже в МГУ организованный по всем GLP стандартам, потому что... очень-таки большие эти. Это да, это уже вполне упитанные крысы. Очень большие. Я думаю, что это идет опыт на старение, они у нас до 700-800 грамм растают. лошади, а не крысы. Мы, на самом деле, довольно много напоролись на том, что очень плохо содержится зачастую животных в советских вивариях, и когда ты их пытаешься особенно длительный опыт проводить, для мягких экспериментов, модель инфаркта, это нормально. Если ты просишь в лабораторию провести опыт год, дальше неизвестно, что ты лечишь на самом деле, старение или пневмония. То, что они там приобрели. Да, поэтому и тут все пошло по принципу, хочешь сделать, что-то хорошо, делай это сам. Но сейчас даже нам заказывают другие компании, научные группы, исследованные животные, зная, что у нас все чисто и хорошо. Вот. Тут обычно возникает вопрос, а не увлеклись ли вы своей офтальмологией, как насчет все-таки таблетки от старости. Докладываю, что эта идея никуда не делась, наоборот, тот факт, что это вещество работает локально на человеке, только повышает шансы, что сработает и системно. И вот это препарат пластометин, его еще не существует, он только-только вошел в клинические исследования, тот же самый СККУ-1, но в очень концентрированном виде, тут в тысячу раз больше концентрации, чем в глазных каплях, это раствор для приема внутрь. Для борьбы поначалу с разными бодрозависимыми болезнями, в первую очередь, я так думаю, что, скорее всего, будут аутоиммунные и воспалительные. Они довольно быстро развиваются, можно быстро провести клиническое исследование. Этот препарат уже прошел первую фазу клинического исследования в одной из московских больниц на 30 добровольцах, разные дозы они принимали, это была разовая доза, Минздрав это жестко потребовало, и они совершенно правы, потому что вещество новое, и какие будут последствия, нужно выяснять очень аккуратно по всем правилам клинических исследований и ГСП. Это были исследования придано на мужчинах до 45 лет, с разной дозировкой вплоть до 16-ти кратной по сравнению с той, которая планирована в клинике, и самое главное, мы отслеживали их состояние до и после, и хуже им не стало точно. Первая стадия собственно на безопасность. Да, это четкая безопасность, плюс еще что мы важное сделаем, мы брали анализы крови, выделяли СКУ из плазмы, и с помощью массоспектрометра мы обнаружили вещество высоких дозировок, вполне уверенно определяется в крови, то есть и человека тоже можно пытаться перорально. Кстати, я хотел спросить, он не выводится, в общем так, да? Выводится, вот опять же мы даже уже на человеке знаем его период полураспада, это на самом деле щитные часы, он менее стабилен даже чем английское вещество, это мы тоже знали, и он похоже, что пришивается к определенным структурам в организме, вместе с ними выводится из организма, поэтому через сутки его уже нет, что очень тоже нам повезло, и это очень приятно, потому что это не ДДТ, которые накапливаются, потому что как с этим можно было бы работать, совершенно непонятно. Вот такой проект мы ведем на базе МГУ, и при том, что мы работаем уже больше 10 лет, мы только начинаем, я считаю, потому что мы только перешли к самым интересным клиническим исследованиям. Спасибо большое, я желаю вам успеха со всеми вашими задумками. Спасибо. Спасибо. В своем рассказе вы упомянули замечательного ученого, нашего геронтолога, известнейшего Владимира Николаевича Анисимова. Я сейчас выдам вам тайну. Больше 10 лет назад, когда я с ним познакомилась, это неформальная была беседа, я как-то так получилось, что я узнала о том, что у него проходят клинические испытания, и он не клинические, а доклинические на животных. И я его спросила доверительно, что оно вообще, как работает. Конечно, он не мог тогда распространяться по этическим соображениям, это еще не было опубликовано, но по его реакции я поняла, что идея работает, и он очень оптимистично и аргументированно оптимистично относился к этому. В общем, он успел только сказать, что да, эффект есть, пока больше сказать не могу, но оно работает. По-моему, тогда о глазах шла речь, и вот почему-то у меня еще запали лошади. Это у нас было ветеринарное испытание. Но это не сводяло. Владимир Владимирович работает на мышах. Он меня тогда заверил, что идея работает, там определенно что-то есть. Но мой вопрос в рубрике по скриптам к вам вот какой. Пройдет тот невероятный путь, я считаю, особенно для бывшего советского человека, от идеи до полки в аптеке, до регистрации, до получения инвестиционного свидетельства, до Минздрава, пройдя все эти процедуры налаживания производства, получения вот этого сертификата регистрации. Нет, сертификата я имею ввиду производственного, что у вас все делается по правилам. Какие есть лайфхаки? Что бы вы посоветовали людям, которым предстоит еще это пройти? Это же было невероятно трудно. Если бы сейчас вы проходили тот же путь, где бы вы могли себе упростить жизнь? На самом деле вот тут опять же по моему любимому доктору Хаусу все врут. И это ничего страшного, с этим можно жить. Но это нужно понимать. Мы очень большой расчет сделали в первую очередь на врачей, например, в организации клинических исследований. Для них это не свойственная деятельность. Потому что врач должен лечить, он не должен ничего исследовать, их этому учат. Это совершенно не в упрек им сказано. И зачастую, если работаешь на животных, тоже у ученого очень большой соблазн приврать. Причем зачастую мы даже видели это, мы ловили, а это делается очень хорошими людьми совершенно неосознанно. Просто ты опытную группу животных... Нет, нет, нет. У тебя группа животных опытная и контрольная. Опытную всегда любишь больше. И они это чувствуют. И живут дольше. Все у них лучше. Поэтому это решается только слепыми опытами. И вот по организации процесса, чисто таких, как ни странно, менеджерских всяких штук, мы этому научились только лет через 8-10. Вот сколько лет прошло? Я в 2007 разговаривала с Анисимом, уже начались испытания. Это были первые опыты у него шли. А когда вышло на рынок? 14-й, да? 13-й. 13-й. То есть это сколько лет? С 2005? 7 лет. 7 лет. Но это для фармацевтики это очень быстро. Это быстро. Для нового лекарства, если это не дженерик, не повтор чего-то, что уже есть. Это очень быстро для оригинального лекарства. И я, когда разговариваю с нашими американскими коллегами, которые нам очень помогают, они удивляют, что нам это удалось. То есть это в чем-то это был зеленый свет от Минздрава, потому что к нам цеплялись, нам вынесли весь мозг, вынесли душу, но по делу. Там никогда не было все, не хочу, просто не пущу, потому что не хочу. Ну, то есть палки в колеса никто не вставлял, просто была осторожность большая. Но фармацевтика это не свойственная деятельность для нашей страны. Мы никогда не были в ней сильные ни в советские времена, ни в российские. Это разработки были, но так вот, чтобы... Они либо уходили на запад очень быстро, либо кончались с чем-то таким очень маленьким, локальным. И это совершенно отдельная область. ей вполне можно научиться. Она не такая сложная, как биоэнергетика, биофизика. Но нужно очень уважительно к этому относиться. Это сложная деятельность. Спасибо большое. Успехов вам еще раз. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...